Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы поговорить о грядущем патче, который Blizzard анонсировали еще вчера. Я обещал вам большой патч, Blizzard это и сделали, они анонсировали, но анонсировали они его достаточно поздно, по-моему, в 9.30 по Москве, я уже был, конечно, не у компа, и записать для вас фастом обзор не смог. Поэтому сегодня, немножко запоздалый, но очень интересный большой анонс грядущего обновления, которое выйдет сегодня, 5-го числа в 20.00 по Москве. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте чай, кофе, и давайте смотреть, что нас будет ждать. Погнали! Я всегда очень выберошливо отношусь к тому, что рекламирую себя на канале и показываю вам только то, чем сам бы хотел пользоваться. Недавно я всерьез рассматривал возможность переехать в Канаду, но есть один момент, надо знать английский. И тут ко мне пришли ребята из Puzzle English и дали мне премиальный доступ к их сайту, чтобы я посмотрел и оценил его возможности. Puzzle English это сервис самостоятельного изучения языка, где, выполняя ежедневные задания, вы все ближе становитесь к тому, чтобы знать его в совершенстве. Изучение языка происходит посредством тестов, мини-заданий, даже есть отрывки из фильмов и песен, где вам надо сказать, о чем идет речь. Услышать и понять. Тут даже есть рейтинговая таблица пользователей. Если у вас нет возможности сидеть за компьютером, то у Puzzle English есть приложение для iOS и Android. Каждый раздел на сервисе можно приобрести отдельно, но есть премиум, который дает доступ ко всему сайту сразу. Именно я им и пользовался. Так, я узнал, что уровень моего английского средний и есть к чему стремиться. Много английских слов я не знаю еще. Кстати, у Puzzle English скоро стартует Черная Пятница, где можно урвать подписку на год или навсегда со скидкой в 75%. Но зачем ждать, если можно перейти по секретной ссылке в описании и получить доступ к Черной Пятнице прямо сейчас. Переходи. Чего же ты ждешь? И начинай изучать английский. А сейчас переходим к ролику. Ну что, нас ожидает очень интересный большой патч, который усиливает ослабленных героев, но слишком слабых героев, и ослабляет сильные архетипы. Об этом будет сегодняшний весь патч. Давайте проговорим, посмотрим и обсудим, конечно же. Погнали. Итак, изменения для полей сражений. Нефарен, удаленная списка доступных героев для полей сражений. Ну правильно, нафига он нужен, он сейчас не играет особо большой роли. У нее нет нифига темпа в начале, и шанс того, что как бы в более высоком лобби возьмут этот герой, достаточно ничтожен. Поэтому его, конечно же, отправляют на переработку. Скоро его, наверное, вернут. Может быть, месяц через 2-3, уже обновленным, сильным. Наверное, как Рагнарос. Дальше. Королева Пахлевих. Они ее делали, делали и, наконец, доделали. В нынешних реалиях, в принципе, обилка смотрится очень интересно. Значит, до изменения одно ваше существо каждого типа получало плюс 2 к атаке, плюс 2 к атаке. После одно ваше существо каждого типа получает плюс 2, плюс 1. В общем, получает как статы, как рыцарь давал. Предыдущий, потому что рыцаря они тоже изменили. В дальнейшем мы об этом поговорим. И вот это уже, наверное, поинтереснее смотрится. Хотя вот кого мы хотим с самого начала раскачивать, тоже непонятно. Вот кто прям с самого начала у нас приходит и прям до лейта доходит. Ну, какой-то мурлок, может быть, 2-1. У меня супер до лейта доходил. Есть неплохой темп. Получается, что ты взял, например, какого-нибудь зверя-мурлока в начале. На первый ход зверя, на второй мурлока. Сразу же им дал статы, у тебя неплохо так бафнулось все. Но мне кажется, в этом случае синдрагос сильнее получается. Но ее не так часто используют. Поэтому более-менее полезные существа для обилки появляются достаточно поздно. А обилку хочется играть как можно раньше. В этом вся сила и прикол батлграунзов. Поэтому, если честно, под вопросом. Стало лучше? Да. Насколько прям супер лучше? Ну, прям очень лучше стало. Но хватит ли этого, чтобы играть? Возможно, при отсутствии некоторых архетипов, там в лобби типа мурлоков или элемов, может быть, эта штука и заиграет. Но, если честно, большой надежды нет. Я скептически отношусь к таким бафам. Не думаю, что... Ну, прям сильно как-то перевернет мету. Темпа нету все равно, да? Темпа нету. Ты не генерируешь ресурсы. А сейчас генерация ресурсов очень-очень важна для сборок. Вот. После восьмого хода как бы играть обилку, ну, это такое, ребят. Как бы... Мы видели всех наросов, которые делают к девятому ходу обилку и вылетают. И ничего хорошего из этого не происходит. Играть раньше там на плюс-минус какой-то заход, ну, такое себе, мне кажется. Смотритель. Значит, у нас было слияние 1-1, теперь будет слияние 1-2. Старт... Ну, если честно, старт у смотрителя был и так хорош. То есть, на что влияет вот это вот 1-1 хп слияние? На то, чтобы выигрывать старт. Брать более, типа, более неполезных существ, что ли, для разбафа слияния на раннем этапе игры. Например, теперь можно брать не Мурлока 2-3 разбаф, а еще можно взять, допустим, мех 1-2, и он его тоже качнет. Вот у вас уже слияние будет 2-2. При этом механизм смотрится гораздо лучше на раннем этапе игры. Ну, в общем, как сильный баф, я не вижу его, типа... Слияние... Слияние 2... Ну, типа, 1-2. Окей, как бы, усилили. Герой не играл? Не, не играл особо, не играл. Типа, будет играть? Да не думаю, что это усиление как-то повлияет на то, что герой будет играть. Прикольно? Да, прикольно. Дальше. Кривоклык. Никудышное сокровище. Значит, оно стоило 0, будет стоить 1. Раньше вы убираете ваше существо, получает случайные из таверны более низкого уровня. Теперь за единицу вы убираете существо и раскапываете случайные из таверны более низкого уровня. Вот это уже интереснее. Помните, раньше эта штука 0 и раскапывала, она была лютая имба. Они переделали, теперь было у нас 0 и не раскапывает это случайное существо. Теперь 1 и раскапывает. Вот так мы генерировали. В первом случае мы генерировали очень большой вэлью. То есть мы за 0 убивали существо и получали, возможно, еще один токен. Вот. Теперь за рубль мы не получаем вэлью, но получаем возможность собирать триплеты. И это весьма важно, потому что раскопка это намного важнее и эффективнее, чем получение существа из рандома. Значит, как я это себе представляю? Значит, первый ход у нас что? Любое существо, второй ход любой токен. Играем обилку на хвост и раскапываем что-то хорошее. Блин, по темпу, конечно, медленно. Вот это было рандомно, но оно давало еще хоть как-то вэлью. Возможно давало, да? То есть ранний какой-то токен, ранний... Ранний какой-то более сильное существо, оно давало темп, потому что за 0 стоило. Теперь мы тратим рубль, и получается нам надо конкретное существо раскапывать, чтобы получить вэлью с обилки. Ну, не знаю, если честно, может даже хуже стало. Тот рандом мог тебя прям вытащить и прям завустить очень сильно. А это более стабильно. Стабильность? Мы за стабильность. Мы за стабильность, поэтому улучшения хорошие. Кресиный король. Был баф плюс 1-2, стал баф плюс 2-2. Вот. Каждый ход меняется все так же. Ничего здесь особо не поменялось. Хорошо, ну хорошо. Проблема этого героя в том, что он не контролирует свою обилку. И так получается, что... Иногда... Ну, нет того типа существа, которое с обилкой как-то состыкуется. У меня такое было 3, 4, 5, 6 ходов у меня было, что просто не приходит существо под обилку. И все. Ты играешь без обилки 6 ходов, а это значит, что ты вылетел. Поэтому баф клевый, но эффективность героя все еще под вопросом. Типа, если вам зайдет, это будет лютый буст. Прям очень сильный буст. Плюс 2, плюс 2. Плюс 2, плюс 2 за каждого купленного. Это очень сильно. Но есть один момент. Вам нужны те существа, которые выпадают на обилки. И это прям вот очень критический момент, в который, например, многие игроки будут продолжать выбирать того же лича овер крысы. Потому что лич стабильнее. Дальше. Раконишу. Значит, до изменения ваше случайное существо получает характеристики равные уровню таверны. После ваше выбранное существо получает характеристики равные уровню таверны. Ну вот это интереснее, но опять же 2 рубля. 2 его мать рубля. Это дорого. Типа, не знаю, мне кажется, что вот на секундочку ванклиф сильнее. То есть ты двоих прикрутил, уже как уровень, ну типа двоих купил уже как второй уровень таверны. Троих купил уже как третий. А можно 3, 4, 5 купить там, если пиратики выходят. В общем, не дотягивает Раконишу до уровня ванклифа. Но уже получше. Уже получше, конечно, можно раскачивать и 4, 1 элемчика из третьей таверны. Можно раскачивать гидру. Все что угодно. Да, теперь лучше это. То есть выходим в четвертую таверну и по плюс 4 каждый ход качаем гидру. Ну, так вам к примеру говорю. Но все же, ванклиф сильнее еще. Вот ванклиф сильнее. Я его не так часто беру, потому что есть еще сильнее героя. Получается, что Ракониши чуть-чуть слабее. Где-то он теперь, он был вообще типа лютым трэшем. Тир 8, да, тир 6. А теперь стал тир 5, тир 4, наверное. Ну, получше. Ближе к среднему он стал. Ну, более сбалансированным. Прям им бой не назовешь, но получше. Ну, получше. Джордж Патчей. Они все делают, делают и скоро доделают эту обилку. Ждем кэшбэков. Короче, стоило 3, теперь будет стоить 2. Дает диван. Диван Шилд. Диван Шилд. Ну, ждем, когда за рубль будет, конечно. Ну, типа, блин. Ну, это классный степ, по-моему. Ждем, когда будет за рубль. Потому что, знаете, что? Пирамидка ждала и как бы и Джордж подождет. У нее пирамидка сначала плюс 2 хп рандомно давала. Потом плюс 3. И когда стало плюс 4, вот тогда все заиграли. Мне кажется, с обилкой Джорджа Патча будет точно так же. Хотя за 2 уже, конечно, интересно. Интересно. За 3 это было прям интересно, интересно. А теперь очень интересно. Но все равно брать не будут. Ну, не дает вылью. Хотя за 2 рубля, может быть, уже и подумаем, да? То есть, первую обилку можно сыграть на каком ходу? Ну, когда у нас 8 монет. Когда мы покупаем двоих, уже играем первую обилку. Уже как бы по темповее выглядит. А если продать какой-нибудь хвост, можно и пораньше сыграть. Проблема в том, что где-то примерно к 6-7 ходу у нас нет того существа, на который мы бы хотели закинуть эту обилку. Вот это главная проблема этой обилки. Но при наличии Мурлоков в лобби, я думаю, что вполне себе Джордж Патча может и неплохо играть. Если, конечно, ему конкуренции в пике не составляют сильные герои, да? Опять же, там, Рафаам, Маев или кто-либо другой из очень сильных генерирующих ресурсов героев. Вот тогда, в принципе, обилочка за 2 тоже сойдет. Приступим дальше. Изэра. Изэра очень интересно. Я не знаю, насколько эффективно, но очень интересно. До изменения добавляет дракона в таверну Боба в начале хода. После каждого обновления добавляет дракона в таверну Боба. После каждого обновления. Первое обновление, скорее всего, тоже считается. То есть автоматическое обновление Боба также нам добавляет в таверну Дракона. То есть, все так же остается, просто при каждом рероле у нас все равно будет дракончик. Классно это? Ну, это, слушай, это неплохо. Это неплохо то, что мы можем нормальных драконов таких собирать и не зависеть от того, что нам боб насыпет. Нам не нравится дракон, мы ральнули, получили нового дракона. Проблема, знаете, в чем в этой обилке? Она, конечно, клевая, но проблема в том, что мы, опять же, ей будем плюс-минус пользоваться. Во-первых, не генерируя ресурсы, что в нынешней мете действительно плохо. То есть, ты не получаешь value, ты не покупаешь дракона за 2 рубля. Понимаешь, дракона все еще затрировали, но при этом тебе надо еще ральнуть. То есть, как бы, очень будет для него восковсадники мастхевны для Изера. Я не думаю, что этот герой, опять же, может поконкурироваться прям с топовыми. Стал лучше? Да. Сможет поконкурироваться? Ну, скорее всего, нет. Средний герой. Ничего прям выдающегося я в этом не вижу. Типа, можно, можно собирать драконов. Это, конечно, лучше, чем на вилла без элемов. Вот на вилле еще дайте возможность каждый ход элемов получать, и вот будет классно. Изера будет каждый ход драконов получать. Ну, не знаю. То есть, взял существо, взял существо, вышел в уровне. Не дотягивай драфама. Ну, не назвать прям героем бой. Сильно, да, сильно. Назвать им бой, не назвать им бой. И я буду ждать чего-то более сильного. Ну, конечно, поиграем. Всем мы этим поиграем. По всем этим героям мне выйдут видосики, конечно, топ-1 и с надписью имба. Это бесспорно. Дальше, продолжаем. Ахалай. Вот Ахалай очень интересный. Значит, престижи... Тация. Престижи Тация. До изменения стоило 2, теперь стоит 1 рубль. Чучело удалено из списка секретов. Удаление чучела это прям ключевой момент, потому что в пуле не будет мусорного секрета. То есть, у нас что остается? У нас остаются змейки, у нас остается глыба, у нас остается кобра, и остается бабл, и остается еще мирорэнсити, да, по-моему, или как там, призывает копию существа, по которому убьет противник. 5. 5 это не 6. То есть, шанс того, что, вскрыв нашу глыбу, мы получим еще одну глыбу, вырос примерно процентов на 15-20. Я не знаю точно, сейчас числа не буду углубляться. Ну, мы получаем 3 из 5, да, или из 6. Сколько я сейчас назвал? Ну, короче, 3 из 5. А до этого 3 из 6 получали, да, и, возможно, получение глыбы было там намного ниже процентов. Теперь у нас может быть после снятия глыбы еще одна глыба с большей вероятностью. Плюс обилка удешевлена. Как я представляю игру за этого героя? Можно не играть обилку в ближайшие там 3-4 хода, потому что, ну, мы будем как-то усиляться. На первый ход мы, если берем там токены или там существо с дуплетом находим, мы берем существо, на второй ход уже можем играть обилку, да. Если, например, нам пришел механизм 1-2 и еще один, мы его зафризили и оставили этих двоих мехов на будущее, на раскачку. Здорово, здорово. Плюс сыграли секрет. Либо мы выходим в таверну с токеном, собираем Т2 юниты, доходим до 8 монет и играем первый раз обилку, имея при этом достаточно сильный стол. Может будет происходить так. Выглядит круто, очень круто. Спасибо, Близзы. Я думаю, что Ахалай теперь займет уверенную четвертую позицию, потому что эта глыба будет сейвить, как ни в себя, даже хайрольщиков, да. Но хайрольщиков станет меньше из-за некоторых изменений, которые нас ждут дальше. Посмотрим. Голокронт. До изменения стоило рубль, после стоит ноль. Больше не замораживает существо. Но, значит, оно меняло существо из таверны Боба на таверну более высокую, да. То есть сыграли на единичку, получили двойку, сыграли на двойку, получили тройку. Все так же это можно заморозить и двойку превратить в тройку, а тройку превратить в четверку. Это ничего не изменилось. Но стало лучше. То есть мы на первый ход, на первый ход, ребят, на первый ход, на первый, мать его, ход, мы можем получить Т2 юнит. Бдумц. Это очень круто. Это прям вообще зашибись, по-моему. Смотрите, у нас такой вариант. Мы одно существо превращаем, если нам не нравится, мы покупаем токен, либо нормальное существо. Следующий ход. Мы выходим в таверну, играем обилку на существо. Через ход, ну, замораживаем. Мы продаем хвост, покупаем уже Т3 или Т4 юнит себе. Это ли не имба? Это очень сильно. Голокрон точно из дна, из грязи поднялся в князе. Это очень сильная обилка, вот в нынешних реалиях дает хороший темп и позволяет тебе ролять более высокую таверну, что очень круто. Не забываем, да, что мы можем выйти в пятую таверну и ролять из пятерок шестерки, да, и из четвертых, из четверок пятерки. Что очень-очень сильно. Некоторые сравнивают эту обилку с обилкой токи, но я вам скажу, что эта обилка сильнее, чем токи в разы. Потому что у токи обилка стоит рубль. И адептит только на одну таверну выше, это можно выше поднять. Очень круто. Это сейчас, мне кажется, даже может поконкурировать с сурфамом. Ну, типа, очень сильно. Значит, тест седогриф. Обзлом таверны до изменения обновляет таверну Боба, заполняет ее существами из армии предыдущего противника. После обновляет таверну Боба и заполняет ее армией предыдущего противника. То есть, теперь будет, если у противника семь существ, у вас при рефреше будет семь существ, да. Даже если в лобби Боба помещается пять или четыре существа. То есть вы все равно получите армию предыдущего оппонента Давно это напрошлось изменение Спасибо, ну, спасибо Ну, типа Тесс и так была неплоха Теперь станет, ну, еще чуть-чуть получше Но не дотягивала, конечно, до самых-самых топовых Но была неплохой Теперь станет еще лучше Погнали, посмотрим дальше Элиза звездочет Мне понравился этот баф План вербовки теперь стоит 2 золотых, а не 3 Вот это уже value Рубль, вроде как бы рубль, но посмотрите, что в этом рубле таится Первый ход Вы покупаете существо Любое, может токен, может не токен, не важно Теперь ей не важно Второй ход, мы левелапаемся Получаем план вербовки Третий ход, у нас 5 золотых Мы покупаем одно существо И если у нас нет токена, мы не зависим от токена Мы играем обилку Если нету существа достойного для покупки Ну, по перепродаже или как-то еще Мы просто играем обилку И получаем 2 Т2 юнита Это очень круто, это прям вот неплохой такой темп Что это позволяет дальше? Это позволяет дальше выходить в более высокую таверну Например, не на 7 монетах, а на 6 Да? С продажи там одного-двух существ и покупки Т3 юнита Да? Разыгрывание В общем, Элиза стала лучше Но она поднялась на одну, может, а то и две позиции по рейтинговой таблице повыше Она была ниже среднего, теперь будет выше среднего, я думаю Но, естественно, до Рафама ей еще пока далековато Боров Дружеская ставка Теперь в случае ничьи возвращает один золотой Спасибо за кэшбэк, Близзы Спасибо огромное, очень приятно Приятный кэшбэчик Изменение существ Значит, элементали больше не будут встречаться в каждом матче Есть же, есть же Не будет этих хайрольщиков Сраненьких, которые Поймали своих элементалей И выигрывают все лобби Прям на изи Ура, 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 товарищ Заглядатель гнева До изменения 1.1, после 1.3 Вот это уже вот интересно, да Немножко афнули этих демонов Прикольно, да Ты такой его взял под рено И сразу позолотил У тебя 2.6 юнит И потом демон, 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 демон Который не приходит Потому что подкрутка Значит, Йохо Когар Из третьей таверны переместился во вторую таверну Но поменял немножко характеристики Теперь он будет не 2.8, а 2.5 Блин, 2.5 на самом деле для второй таверны Это очень сильно Это очень сильно Особенно, особенно под чашку То есть, смотри, у нас 5 рублей И есть какой-то токен Мы этот токен продаем Покупаем Йохо Когар Покупаем чашку У нас Йохо Когар 3.6 3.6 На четвертый На какой-то третий ход Господи боже Он вырежет все лобби Придет в соседнее лобби И вырежет его Это пипец какой баф Это очень сильно для второй таверны Особенно если его как-то разбафать Зотик, пожалуйста Зотик мастхев теперь вот с этим Йохо Когаром Пираты, конечно, лютейшие, я думаю, будут Очень сильный баф Взял Йохо Когар, взял 3.3 пирата Он тоже плюс 1.1 получил В общем, дать баф Огру Легче, не знаю, паренной репы Очень просто дать ему Любой баф, абсолютно А с этими характеристиками Он будет просто резать В начале игры Что будет позволять тебе Выходить в более высокую таверну Очень сильно Сенсей из четвертой таверны Перекачивал третью Не изменив при этом характеристики Очень приятно Это ап Естественно, ап мехов Теперь хочется взять локоботика Хочется взять сенсея И пусть он его качает Есть один момент Мы не хотим держать других Бесполезных мехов на столе Вот Поэтому сенсей Ну да, давно напрашивался этот баф Плюс 2, плюс 2 На меха Мехов хочется поднять Здорово Значит Силачка Тоже качует Из четвертой таверны В третью Немного меняя характеристики На минус 1-1 Теперь она будет 4-3 Но будет выполнять Всю ту же функцию Раз бафа Тоже она Была немножко Конечно Поздновато Для четвертой таверны Для пиратов Пиратики очень хорошо У нас тут Приобретают усиление Прям я думаю Что душить будут Похлеще чем элемы В мидгейме И просто не давать Выживать элемам И другим И другим Нехайрольщикам Вот Прям очень сильно Ну типа Вряд ли мы будем Прям на третий ход О вижу беру Но хотя Если у нас есть Пиратик 4-4 Вот это Может и будем Вижу беру Делать Очень неплохо В тангре Знарык до изменения 3-4 После изменения 4-5 Дали плюс 1-1 Вот теперь существо Похоже на Т4 юнит Теперь оно может Разменяться с любым Т2 юнитом Хотя бы Хотя бы с Т2 юнитом С Т3 конечно Под вопросом С Т3 может и не разменяться Но с Т2 уже разменивается С Т3-4 это вообще Чтобы вы понимали Характеристики Т2 юнита Да Теперь оно может Убить существо Т2 юнита Это круто До этого оно могло Убить точно Существо Т1 юнита Это Не так было круто Конечно Теперь стало круче Рыцарь света До изменения В конце вашего хода Одно ваше случайное существо Каждого типа Получает плюс 2-1 После В конце Ваше хода Одно ваше случайное существо Каждого типа Получает плюс 2-2 Все Возвращается на круги Своя Мало наверное кто знает Но на раннем этапе игры До нерфа рыцаря Он был таким, он давал плюс два, плюс два Не каждому типу, а зверю, мурлоку, дракону Ну, типа, трем типам он давал точно Вот Поэтому Сейчас он даже еще лучше, чем тот прежний был Потому что он Четыре у тебя разных типа, четыре бафа будет давать Пять разных типа, пять бафов будет давать Плюс десять-десять на пять существ Это очень круто Он, конечно, круче Он, конечно, крутой Не знаю, насчет дотягивает ли он добра Конечно, придется, наверное, с него все-таки переходить на брана Потому что браном качать он гораздо эффективнее И Можно в один ход несколько бафов сделать Но он явно стал лучше И сборки через венинец, манажер Или как там вы любите называть Солянка Станут, естественно, лучше вот с этой штукой Однозначно Джин ушел в шестую таверну Пала нейроном Спасибо, Близзарды Спасибо Ох, как хорошо Это значит, что теперь поймав Номи Ты не поймаешь Джина А это означает, что Номи будет качать чуточку похуже Потому что очень часто с Джина падало 2-2 Вот это вот, которые Две прокрутки И под Номи это выглядело прям Очень круто Теперь Джин станет слабее Не Джин, а теперь Номи станет слабее без Джина Потому что Джин не будет генерировать ресурсы Ну, теперь надо будет делать как-то тэппелет шестерку И рандомить Джина И все еще пытаться собирать Элема Значит, Гару понизили статы Точнее, атаку на 3 Неплохо, кстати Я бы еще на 2 понизил Не, на 2 это было бы уже как Этот... Демон Демон 3.1, который бафается от хп Ну да, ну да Для шестой таверны плюс-минус норм Плюс-минус правильно Здорово, молодцы Рагнарош также потерял характеристики Но не потерял эффективность Он все делает то же самое Только теперь он 4.4 Ну, чтобы вы понимали, что это за нерв То есть Раньше он был такой Как сейчас Тебе надо сыграть его И какого-то Элема из второй таверны Чтобы вы понимали, да Чтобы вот этот плюс 2.2 баф Соразмерен Поставить Рагнарошу И поставить существо из второй таверны Элема Ну, достаточно ощутимый, да Чувствуете, да То есть Теперь зарандомив, например, Лил Рага На... Из пятой таверны в шестую Вы не будете такой сильный, как... Как раньше На 2.2 характеристики На 1.2 юнит На 1.2 юнит Вот Круто Жуткий адмирал Элиза Давал 1.1 Теперь будет давать 2.1 Ну, каждый пират атакующий Будет получать больше характеристики Ну, типа, атака в позднем... В позднем этапе игры Не имеет большого значения Абсолютно То есть давало бы 1.2 Было бы интереснее Потому что пиратики бы выживали Но на позднем этапе Типа зарандомить На 6.7 ход Адмирала Элизу Это, конечно, круто Это будет, ну, прям нормально Но держать Адмирала Элизу Делать из нее состав На финальную финалочку Я думаю, люди не будут Ну, и это... Ну, это понятно Потому что пираты немножко о другом Они и так раскачиваются Зачем им еще статы от Адмирала Элиза Непонятно И последнее существо Это Адаптозавр До изменения Боевой клич адаптируется Случайным образом За каждый тип существ Под вашим контролем После Боевой клич адаптируется Случайным образом За каждый тип других существ Под вашим контролем То есть, значит, на одну меньше адаптацию То есть Просто у вас нет, например Существ без клич тайпа Вы не можете поставить Амальгадона На стол Ну, типа Что он адаптируется от себя От себя он теперь не адаптируется Теперь у вас стоит одно существо Вы получаете Ну, типа, один клич тайп Стоит один демон Или, там Шесть демонов у вас стоит, да Он получит всего одну адаптацию А раньше две получал Это очень сильно, кстати, его режет Почти в два раза его режет Типа, вот эта адаптация Могла дать дополнительную Возможность поймать яд или бабл В условиях, там, отсутствия мехов Или мурлоков Что очень было круто Теперь им меньше шанс Ну, так Он стал хуже Примерно Ну, примерно процентов на 25 Ну, так В математическом плане Вот Но все еще Все еще играбельный Все еще играбельный Ну, теперь он честный Теперь он честный Этот адаптозавр Вот такие, ребята, изменения Не знаю, что думаете по этому поводу Пишите обязательно в комментариях Этот патч, наверное, будет Самый интересный Из всех Которые я видел За последнее время Вот Элемы знатно подзадолбали Тут еще есть изменения Дуэли Но мы их не будем касаться В любом случае Спасибо Близзарде Спасибо за За такой Достаточно оперативный фидбэк Ждем патчи сегодня В 20.00 по Москве И будем, конечно же, катать И побеждать А на сегодня все С вами был Груф Увидимся когда-нибудь завтра Всем до скорых встреч Всем пока А, подписывайтесь, лайки ставьте Во Лайки ставьте И подписывайтесь Все, пока